Валинатпущенники сильно поражены в правах, по старой памяти являются некоторым переходным состоянием из рабов в неграждан, или даже плебеев. Какие были права у их детей, если у родителей имели такой статус? Не заболевали же детей назад в рабство? Светил ли таким потомкам гражданство? Ко временам Цезаря валинатпущенник в Риме становился гражданином. Его ставили на учёт, драли с него налоги и так далее. Поэтому, как только он становился гражданином, у него были общие гражданские права. Но другое дело, что происхождение не то. Меня смотрели косо, на всякие мероприятия не могли не пускать. Ну а дети валинатпущенников, и это уже абсолютно полноправные граждане, потому что по римскому обычаю сын за отца не отвечает. Мало ли, что папа был не очень, но хотя бы гражданин. Ну все могут задуматься, вот у нас масса граждан из Республик Средней Азии, много ли у вас среди них друзей? И получив российское гражданство, становятся ли они вхожи в ваше чудесное общество? Может быть, среди вчерашних гастрарбайтеров у нас есть депутаты, губернаторы. Да, да. Занимают какие-то государственные должности, сильно сомневаюсь. А в Древнем Риме вся администрация президента состояла из таджиков, фактически. Да. И никто не жужжал. Мог ли хозяин просто не отпускать раба, даже за деньги, не принимать выкуп? Мог. Повторяю, хозяин с рабом мог делать все, что угодно. Вот не захочет он тебя отпускать, ну и не отпустит. Хотя, повторяюсь, для этого уже во времена поздней республики были вполне конкретные материальные стимулы, чтобы хозяин захотел, чтобы ему это было напрямую выгодно. Вольно отпущенник по уставу принимал имя господина. Помпей по завещанию освободил массу своих рабов, по-моему, всех, которые лично ему принадлежали. И они все стали помпеями. Это как у нас, знаете, толпы Орловых, например, Орловых. Просто толпы Орлов. Орловых, это был фаворит Екатерины Великой, граф Орлов. Один из богатейших, а на какой-то момент богатейший человек Российской империи. И Орловыми все быть не могут, потомками графа Орлова. А вот когда в 1861 году отменили крепостное право, то крепостных стали отпускать с фамилией их бывшего владельца. И вот отсюда у нас миллионы Орловых. Поэтому в 99 случаях из 100, когда вам человек с фамилией Орлов про рабов и вольноотпущенников, есть же замечательное произведение «Сатирикон» гражданина Петруния, к сожалению, не дошедшее до нас целиком, там есть замечательный персонаж Тримолхион, вольноотпущенник. Беседы Тримолхиона с друзьями, кто он, как он стоит, что мы сейчас будем кушать, и где я был, что видел, отвал башки. То есть, я читал, переведено неважно, там явно накал идиотии десятикратно надо повысить, и ещё матерные слова должны быть, по всей видимости. Но даже так он прекрасен. Сатирикон, автор Петроний. Нас Петроний заставляли читать в ВУЗе. И как? Очень и очень хорошо. Забористый. Местами забываешь переводить, начнёшь просто дико ржать, потому что гражданин Петроний был исключительно ловкий словоплёт, крайний юморист, и вот это вам не Довлатов, короче говоря. Довлатова уже не... Помните такой Довлатов. Спорю, что все, кто 90-го года рождения, даже его не слышали никогда. А гражданина Петроний до сих пор читают. Прекрасно. Рекомендуем. Особенно пир у Тримолхиона вообще сказка.